Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Я комментирую выступления разных людей, в Ютубе встречаются, меня просят прокомментировать. Но в основном это Александра Невзорова. Уроки атеизма. Мои комментарии имеют название, одно тоже серия ответов, в освете Библии открытым оком. Открытым оком, так называется у меня все 30 книг. Вот они как выглядят. Это из книги чисел, 24 глава, 3-й, 15-й стих. Все книги, только номер и разный цвет их. Меня просят прокомментировать, но мне уже просто неохота. Неохота, но люди просят, знают и выходят с разных мест, звонят. Потому что грех монотонен. Столько же неправды Невзоров Александр Глебович говорит, что даже думает, то ли подмена его. Ну не может быть, чтобы человек в таком возрасте и брал на себя такую задачу. И все спрашивают, ну кто за ним стоит, кто его на это поставил. Кто? Ну мы многое знаем, кто. Сегодня вот нападки на русскую православную церковь. А завтра на кого? А там можно тоже прогнозировать. Чтобы свалить царя и царское семерство в монархию. Вы знаете, где в Базилии было? Масонами принято решение начать дискредитацию Распутина Григория Ефимовича. Григория Нового. И что до этого было брошено? Исследования были, временное правительство. Потом ни одного факта не было подтверждено. Это самая оболганная личность. Ни Гитлер, ни Сталина, а Распутин. И чего добились? Ну на суде Божьем все. Кто его убивал? Английский, оказывается, разведчик. В доме Исупова. Исуповы умерли. Ну просто маленько бы, чуть-чуть представлять о суде Божьем. Перед словом суд Божий все трепещет. Я впервые в жизни за 73 года встречаю человека, который смеется над судом Божьим. Вера в то, что есть суд Божий, всегда была во всех народах мира. Вот он и Взоров один говорит, и больше никого нигде нет. Вот если вы посмотрите ролики в Ютубе, зарядите Игнатий Лапкин, больше ничего не надо. 950 роликов. 950 про нас. Про него ни одного нет. Он сидит в дыму, больше ничего нет. Вы увидите, как я начальник детского лагеря, как мы едем по стране, как у нас идут здесь собрания, как мы занятия ведем. Ну, что хотите, все вы найдете. Лошади, машины там у нас, все время с людьми. Он всегда один. И это один, он всегда вообще один. Ну кто же пойдет за такой ненавистью? И уже просто останавливает его. У него друзей не может быть. Если бы он вообразил, как умный человек. А что если, ну, дружбу свою человек направляет так, чтобы друг был похож на него? То все такие люди будут. Что будет? Вот в городе, на Неве, все стали как невзором. Бога нет. Тормоза сорваны. Делать что угодно, лишь бы только милиции не попасть и полиции. Но он же это понимает. Поэтому сидит там среди своих скелетов. Я хотел насчет скелетов этих сказать. Если от мощей Елисея такая исходила сила, что мертвый воскрес, но отсюда прямо получается, что от мощей грешного человека, от Ленина там в Мавзолее ничего не будет. По мощам и Елей, когда прорвало канализацию, и труп там плавал. Так патриарх Тихон сказал. И вот эти трупы, скелеты, макеты, какие у него там есть, я внимательно смотрю. Это все из такой дали. И может быть, я слова энергетика у нас нету, но смысл понятен. Если круг серебрец, как бы сказать, золотистый, нимб, то этих людей можно изобразить, как пишут буддисты, черно-фиолетовый дымящийся ореол вокруг головы. Это люди дьявола. Их к себе принимать, вот, зачитывает кого-то. Люди, которые никому не нужны, к ним никто не обратится, никто им молиться не будет. Пишет вот Юрасов. Одна пришла, прихожанка, и говорит, папа у нас умер. Но отпеть бы надо. Он говорит, а верующий был? Да нет, не верующий, он воевал против попов. Да как ты отпевать его будешь-то? Но он Ленина почитал. А, почитал. Так вон там у нас памятник центральный стоит. Пусть они вокруг памятника три раза обнесут и к гробам ударят в памятник. И все, больше ему ничего не надо. Тут недавно один коммунист тоже умер, свечи придумали ставить. А ночью-то уснул там, кто его там, собутыльник-то был около гроба. И он в гробу и сгорел. Это все знамения. И вот сейчас, кто употребляет слово православие, это секта. Сколько живу, не слыхал такого. Это не просто невежество, а дикое, буйное, дьявольское невежество. Ну ладно, ты умный считаешь, но не считай, что ты самый умный. Я беру издания советские. Словарь политических слов. Политический словарь. Словарь Ожегова и Шведовой. Секта. Что такое? Религиозное течение, община, отделившееся от какого-либо вероучения и ему противостоящее. От чего отделилось православие, когда оно идет от апостольских времен? Далее. Это группа лиц, замкнувшихся в своих мелких, узких интересах. Ну нет, это книжное выражение, неодобрительное. Это не группа лиц. Какая группа лиц? Выходит, православие в Греции, в Болгарии, в Финляндии, в Америке, везде. Это группа лиц? Одна из мировых религий или ветвь ее. То есть ничего не подходит. Сектант это человек, поглощенный узкими интересами какой-либо группы, секты. Сектантство принадлежит к секте, замкнутость и узость во взглядах свойственны сектантам. Сектантские, относящиеся к секте, толковые слова, иностранные слова, крысина. Дальше. Секта это религиозная община, отколовшаяся от господствующей церкви, у которой нет священства. Какое еще давать толкование-то? Ну что-то нет у православных. Там корыстолюбивая, все. Ну священство-то есть. И под слово секта может что-то попадать. Под слово секта не попадают католики, православные, григория и армяны, копты и сирцы. Вот. А протестанты все это уже за пределами церкви. Даже этого не знают. Или злоба ослепляет глаза совершенно. Да кто в это поверит-то? Вы говорите, что 99% веры притворство. Дальше уже я все время говорю, как обращаюсь. Значит, не взору Александру Глебовичу. Да, может быть и так. Те люди, которые ходят в церковь, особенно вот правители, которые стоят со свечами. Я беседовал с коммунистами. Ну, с парторгами. Ну, в прошлом году где-то никто в это не верит, что они верующие. Никто. Даже стоит там, пускай президент, премьер, жены кланяются. И люди не верят в это. Конечно, лестно услышать. В свой адрес, когда скажут, если верить, вот мне было такое. Люди ко мне не расположены. Выступают, а потом говорят, если верить, вот верьте, как он. И называют меня фамилии, отчество и прочее. Почему? Это люди засвидетельствовали свою преданность тюрьмами, лагерями, психушками. Потеряли все. Мне Бог давал слишком много, и от всего отказался. Отказался, и у меня ничего не было. Всю жизнь работал на стройке. Плотник, каменщик, бетонщик, печник. И прожил по милости Божией. Все обвинения против верующих, ко мне они не перестают, поэтому мне легко разговаривают. И всегда так называемое Слово Божие. Как это называемое? Когда ему название Слово Божие. Ну я буду так называемый Невзоров. Ну как, вы же и есть Невзоров. У него название Слово Божие. Я показываю книгу, так называемая книга. Я говорю, книга открытым оком, так называемая открытым оком. Это уж под дурака играть надо. Это уже надо задохнуться в собственной злобе, чтобы не признавать. У нас город Барнаул, так называемый Барнаул. И главное, я вам заметил, слово Христос нигде не упоминает. Хотя персонаж, даже храм Христа Спасителя, это ХСС. А почему? Ян Хватаус говорит так, когда рассказал притчу о милостердном Самарянине и спросил еврея. Скажи, кто ему ближний? Ну ясно, что Самарянин. Но ему так ненавистен был этот народ самарянский. Он не произносит это слово и говорит, оказавший ему милость. Вот я увидел это то же самое. Иудейская злоба тех древних иудеев, распявших Христа, она ослепляет и сегодня людей. Имя Христа несет в себе особый заряд силы спасать. И поэтому дьявол не разрешает произносить Иисус Христос. Посмотри имя Иисус Христос. И уже от многих болезней избавишься. Нетерпимость, подгребать под себя средства массовой информации. Это вы говорите о православии. Абсолютно правильно. Мне иногда говорят, как же вы одобряете невзором. Он правильно говорит. Я с этим стекаюсь. У меня материалы, какие уже отданные, допустим, в типографию, они пытаются вырвать. Назначается у меня встреча, выступление моё по телевидению. Моё, лично моё. Что можно сделать, они сделают. Про нас снятые фильмы. Один фильм называется «Златоус из Потеряевки». Это моё прозвище. А Потеряевка поселением его... Это не я его так назвал. Но он занял среди документальных фильмов первое место в России. Даже не на дороге валяются такие призы. А присваивали-то профессора в ГИКа. Второй фильм называется «Причувствие». Оба фильма. Красноярский отдел документальных фильмов Свердловской киностудии. Кузнецов. Владимир Сергеевич. Главный режиссёр. Эти фильмы в Америке я был, там их смотрят. Занял первое место на международном киноконкурсе в Югославии. Приз «Золотой Витязь». Там было три епископа в жюри. Профессора. И что, всё это нарочно было сделано? Да, я там главный герой, да. Там мне говорили, что ради вас только фильму то и присвоили. Но ничего особенного нет. Земли заброшены. Мы взяли, работаем. Ну, конечно, работать приходится с утра до ночи. Прошлые годы я был посильнее. Я всё время себя угнетал. У меня на сон уходило в сутки два с половиной часа. Дальше уже я не смог. И нигде ничего нет. Я прожил жизнь. Мне не стыдно оглянуться назад. Межи мои прошли по прекрасным местам. И наследие моё приятное для меня. И ваш выпад против православия, это, конечно, против меня. И я вижу, что вы ничего со мной не сможете сделать. Ни одно ваше обвинение меня не касается. Я православный. И везде свидетельствую. Среди мусульман, буддистов. И везде вызываю уважение. Вы нигде не получите уважение. На вас будут смотреть, как на скотину. Человек, который в честь и неразумен, подобен скотам. Его Библия, Коран, Талмуд, Танахи. Всё называют безумным. Видя такую красоту Божию, не признавать и давать уроки. Эти ученики, которые за вами пойдут, они вас настигнут и преподадут вам урок. Тут был случай один такой. Правда, не у нас немного. Генерал-майор в отставке ходил в школу и преподавал уроки патриотизма. Ну вот он оказался на остановке. К нему попросили, подошли денег. Хлопцы советские. Это в советское время ещё было. Он денег не имел, его сбили и пинали его ногами. Идут рядом там военные. Он видит только глазами. До этого он заступался. Такая молодёжь, они ни во что не верят. Это хорошо. Свободно развивается. Ну, самый настоящий Невзоров. И после этого у него берут интервью и спрашивают, скажите, а какое у вас было чувство? Вот всё-таки эти люди, молодые, может быть, комсомольцы были, ну, ясные школы. Он говорит, одно было. Пулемёт и строчить, строчить и строчить без конца. Вот и всё. Урок окончен, наступил экзамен. Вы живёте-то за счёт верующих. Верующие, которые молятся, которые не убивают, которые нравственным началом, как закваска, этот мир заквашивают. А если бы все были неверующие, вы бы носа не высунули из дома. Вот я несколько мест прочитаю. Про Кирилла Гундяева, говорите вы здесь, что говорит проникновенным голосом. Да, голос у него красивый. Ну и что? Вы чужой голос рассматриваете, а вы свой голос просмотрите. Я работаю с людьми во всех направлениях. В милиции, в воинских частях, с преступниками, начальник детского лагеря. У меня огромный психологический опыт. Огромнейший. И вот слушая вас ежедневно, вот сегодня я пять ваших роликов прослушал-то, вот этот булькающий звук у вас. То есть, когда говорить нечего, и люди паузу, как москвичи любят, э-э, я хотел сказать э-э, потом э-э. У вас этого э-э даже нету, а что-то булькающее такое, хриплое. И я, согласно даже опыта своего, знаю, что это грозный признак беснования. Притом беснование не такое, это обуйное беснование. Просто подумайте как-то, запишите себя и посмотрите, что это за звук из вас такой выходит. Что это за звук? Он не свойственен человеку. Звук, от которого мороз под кожей. Вот считаем, вы сказали там о попах, что-то в веры нету, там в науку везде теперь под себя подгребают. Все правильно, согласен. Будто были покровителями науки, да никогда не была церковь покровителем науки. И Невзоров здесь прав. Для церкви убийство стало нормой. Ни один век притом это было. Тоже правильно. Вот вы говорите лона. И начинаете людям объяснять, на кого вы надеетесь, я не знаю. Прямо людей даже за дураков не считаете. Лона это половые органы, говорите вы. Дальше обвиняйтесь церковников, что они много говорят о половых органах. Я ни от кого столько не слышал упоминания о вагинах, о пенисах, как у вас. Даже при людях, когда более малой возрасте, я не могу дать прослушать. Я открываю словарь Ожегова. Что такое лона? Отвечает. Речь идет о теле женщины или мужчины грудь, или щерева и щересла. Все. Поэт Лев Мэй пишет про Самсона. И обнятый гранит, прижав к себе долона, и капище потряс он из конца в конец, и разлетелась гранитная колонна. Долона. Куда он прижал? Половым органом прижал его? Ясно дело, к груди он прижал, как Самсон. Вы идете против русского языка, идете против смысла всякого. Лука 16.22. Я повторяю, что мои беседы или комментарии во свете Библии. Поэтому он, Немзоров, берет там разные книги. У меня одна книга, Библия, в которой 77 книг. Умер нищий, отнесен был ангел Аминалона Авраамова. Куда отнесен был? На половые органы? Вдумайтесь маленько-то. Ну зачем дурить мозги людям-то? У вас, значит, такие слушатели, над которыми вы смеетесь и хохочете, как дьявол, грызявшийся за живот у Льва Толстого. Рассказ. Много ли человеку земли нужно? Умер богач и похоронили его. Его не раскапывали, ничего. Книга Михея. 7.5. Не верь ты другу, не полагайся на приятеля, отлежащий на лоне твоем. Стереги двери уст твоих. Где лежащий? На половых органах? На груди жена лежит, когда она близкая тебе. Вы должны перед людьми измениться, что зря им, как слово есть такое, мозги пудрите, там, клюкву, лапшу вешаете. Вы просто целую столовую там развели, гнилья этого. И все толкуете по-своему, вопреки здравого смысла. Я беру вам даже Библию, как мировая литература. Хотя бы так, посчитайте. Михей так говорит. На лоне твоем, стереги двери уст твоих. И вот что пишут в газете «Щит и меч». Я прочитаю это в поддержку как бы невзору, что он прав. Что попы везде лезут и лезут. Это «Щит и меч». Это газета, которую издает, видимо, Министерство МВД. 5 апреля 2007 года, страница 7, называется «Камуфляж. Косу не спрячет». Речь идет о том, что священники проникают во все воинские части, и там уже тысячи их находятся. Кавычки открываются. В окормлении несущих службы на Кавказе и в различных регионах участвует около двух тысяч православных священнослужителей. Ни мракобеса, никто. Это пишет власть. Милицейский журнал. Газета. Традиции военного духовенства крепнут с каждым годом, потому что потребность в Божьем слове не ослабевает. В той же Чечне, кто крестится, кто исповедуется, священники работают на износ. Плюс опасность. Не каждый рискнет. Снайперы ведут на них настоящую охоту, как за старшим офицерским составом. Вознаграждение тире несколько десятков тысяч долларов за каждого священника. Кабуфляж длинные волосы не спрячет. Вот и пришлось отрезать косу, которую отца Дмитрия ножницы не касались 15 лет. Только покрестит ребят, а им через 10 минут на боевое задание. В горящих точках молиться начинаешь сильнее. Контрактники без духовной основы превращаются в обычных наемников. И вот что здесь Низоров говорит, что у него рядом с Майкланжевским может висеть иконка. Они не обращенные. Это профанация веры. Там 99% совершенно не верующие. Это из Евгения, Родионова, какого-то святого сейчас лепят. Голову отрезали, а мать нашла в земле его. У него на шее крестик. У куклы голову отнимите. Удержится крестик или нет? Он же не за кожу привязан был-то. Ну прям басти какие-то рассказывают. И здесь Низоров абсолютно прав. А как подкамуфляруют, это я уже добавляю, матерщинников. Они уже не просто наемники, обычно наемники с православным окрасом. Так что, если мы хоть чуточку имеем страх Божий или уважаем своих слушателей, мы должны очень точно давать знания. Вот у меня все-таки 38 книг. У меня было так однажды. Я проснулся ночью, а материалы уже сданы в типографию, газеты. Я очень много в периодике печатался. И мне показалось, что 1871-й я поставил 1872-й. Я прибежал, когда типографию не открыли. Не было напиши. Я проверил, а оказалось, год стоит правильно. Даже один год, если не так, я не мог допустить. Потому что по моим книгам диссертации защищают. Люди доверяются. Как я могу с такой небрежностью? За всякое слово человек даст отсчет в день суда. От слов своих человек оправдается или осудится. За всякое гнилое слово даст ответ человек. А вы из одного гнилья эти ролики строите, видео. Ну прямо даже не гнилье, а что-то такое перемешанное с мертвичиной. Над самым святым вы издеваетесь. Как это можно так? Сами себя гробите. Благословен Господь и слава Ему вовеки. Единому.